Мошенники, аферисты, фармазоны Канал Мошенники, аферисты, фармазоны Рад приветствовать своих зрителей Здесь вы сможете услышать только фрагмент этого ролика Полный ролик ищите на Дзене Либо на новом ресурсе, платформа Платформа, кстати, если не полностью идентична Ютубу По функционалу То, во всяком случае, очень сильно напоминает его Рекомендую Ссылки в описании ролика и канала А также в закрепленном комментарии Алло Здравствуйте, Юрий Здравствуйте Давайте я вам представлюсь Зовут меня Александр Судаков Звоню вам касательно вашей регистрации, ранее оставленной По поводу дополнительного дохода от «Газпрома» Припоминаете? Да, припоминаю, ну и что? Вот, прекрасно Общались ранее с моими сотрудниками, с Владиславом Назаровым Припоминаете? Ну, и что, и что? Припоминаю Вот, ну и чтобы узнать, собственно говоря, причину вашего отказа Что-то, возможно, не подошло, не устроило вас Так, конечно, у меня может устроить Какая-то письмаркет Какие-то ноунеймы мне тут звонят И начинают что-то тут пухом на себя набрасывать Нет, смотри, смотрите, я понял, в чем заключается ошибка Владислава Как раз-таки обзваниваю его всю контактную базу Смотрите, мы работаем, точнее, сотрудничаем вместе с «Битмартом» То есть это платформа, брокер, позволяющая выходить, в принципе, нам как раз-таки На мировой финансовый рынок Понимаете это? Ну Вот И, собственно, в чем заключается проблема По которой вы отказались? Ну, вообще никаких проблем нету, какая проблема? Ну, фу же, по какой-то причине отказались? А по какой? Там он что-то там ерзал на задницу Не мог никак понять То ли он будет со мной сотрудничать То ли он не будет сотрудничать Ну, короче, он какого-то несерьезный чувак Несерьезный Ну, возможно, были какие-либо причины для того, чтобы у него выживать Ну, возможно, были, я не знаю, там, эпидемии какие-то Не у него время перенесенные Паратит Ну, я не знаю Я не медик Все это прекрасно понимаю, Юрий А вы припоминаете, хотя бы на каком моменте он начал так себя, сказать, вести некорректно и неподобающе? Ничего я такого не запоминаю Тут звонят какие-то утырки Каждый день Если всех их запоминать, то... Ну, Юрий, на личности переходить не стоит, Юрий Ну, и обзывать, так сказать, моих коллег в том числе и не стоит А почему на личности? Ну, что, личность, что ли? Позвонил в какое-то мябряло, неизвестно сколько И забрало меня кучу времени, ну, личность нашелся Ну, какую кучу, Юрий? Вы же своевольный взрослый человек В любой момент, если вам что-то не нравится, можете спокойно себе сбросить звонок Ну, я же вежливый Ну, да, безусловно... За момент разговора даже в жопу его ни разу не послал Хотя очень не хотелось Вы никому... ну... Это подвиг, на самом-то деле, Юрий Ну, да Ну, так вот, а вообще как рассматриваете данное направление? Какое направление? Ну, инвестиции в целом, Юрий Вы же когда... Я не рассматриваю, ну, какой-то там доход мне... Я задал вопрос, там, будет какой-то соцпакет Какая-то там, не знаю, вахтовый метод, не вахтовый метод Смотрите, Юрий, давайте, я так понимаю, вам объяснить Весь принцип работы, как мы работаем, на чем и, кстати, по цели пройдет Да? Мне кажется, это кучу времени займет И вот, ни к чему мы с вами не придем Что-то... на такое ощущение Ну, хотите объяснять? Не, ну, как минимум, вы для себя обретете новую, возможно, интересную вам информацию Ну, как максимум, вы выйдете на довольно-таки приятный и... Хороший источник дохода Это в лучшем случае Так вот, давайте я вам расскажу Смотрите, много времени мы у вас в любом случае не будем занимать В принципе, как показывает моя довольно-таки длительная практика Первый контакт, вот, от момента того, как... Слушайте... А вы начальник этого, как его, которого нельзя назвать? Ну, смотрите, как... Начальником меня назвать нельзя, я просто звоню из другого отделения Ну, я, так сказать, человек чуть поболее опытнее Вот, Владислав ранее с вами общался, и он был, так сказать, вашим путеводителем в мир инвестиций Вот, а если же у него какие-то проблемы возникают, либо же у людей То, как минимум, я подключаюсь, помогаю в этом Ну, и точно так же, после того, как люди отказываются, я их набираю последний, так сказать, раз Узнать, в чем отличается, собственно говоря, проблема Слушайте, а вы его отнудохаете после нашего с вами разговора? Ой, Юрий, ну, честно вам, так сказать, за ним были замечены неоднократные нарушения Как минимум, думаю, штрафом нормальным он обойдется Блин! Вот мне жалко его Это прикладно для заниматься по отношению к Владиславу Назарову я не буду Ну, я не знаю, ну, 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 что-таки как-то там, я не знаю, поосторожнее там силу рассчитывайте рассчитываете. Ну, какое-то оно вот такое вот. Нельзя. На Руси тогда таких никогда не обижали там. Ну, Юрий, без насилия, без насилия с вами обойдемся. Владислав Сназаров все-таки, ну, парень молодой, еще неопытный, поэтому обойдемся с ним, так сказать, по чему. Ну, максимум пару подсрачников ему прострелите, ну, так что не иметь. Ну, в этом плане немножечко можно. Вразумительных, так сказать. Ну, да. Так вот, Юрий, вернусь, кстати, к теме моего звонка в целом. Объяснить вам, как устроена данная, так сказать, работа. Ну, смотрите, в принципе, она у вас времени много занимать не будет. Это вообще будет первый и последний звонок, который будет у вас занимать так много времени, так как он потребует для вас активации вашего личного инвестиционного счета, подключения, полные настройки. Ну, если же вы с телефоном используетесь на ура, то времени это в любом случае тоже много не займет. А последующие все, так сказать, контакты с нами будут проходить, ну, буквально от 10 до того времени, которое вы с вами захотите. То есть, вот, смотрите, мы позволяем, так сказать, торговлю с роботом и с аналитиком. Аналитики, я думаю, знаете, кто это, и объяснять вам не стоит. Или все-таки рассказать? А я не знаю, ну, это человек, который анализирует. Я так правильно понял? Ну, верно, верно. Да, 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 ну, представьте, синоптики строят прогноз походы, а аналитик строит, так сказать, прогноз роста или падения цены на какой-либо актив. Актив, знаете, что это? Да, знаю, но это не очень хорошая история. А почему? Почему нехорошая? Да, ну, мне как-то вообще не хотелось бы с этим никак сталкиваться. Ни с активами, ни с пассивами, ни с кем. Пусть они там себе сидят в Европе и сами себя... Ко мне пусть и не приближаются даже. Юрий, вы немного не так поняли. Актив в финансовом плане, а не в том, о котором вы подумали. В смысле, финансовый пидорас, что ли? Ну, Юрий, ну что вы себе такое позволяете? Давайте без матершинства какого-либо. Ну, причем тут вообще не матершинство. Это даже в толковом и бестолковом словарях, да, везде это записано. В современном мире данное слово считается как оскорбление. А актив это все, что имеет свою товарную цену. У меня вообще нету дела. На что там пидорасы оскорбляются? Что хотят делать? Ну, вы у меня... В современном мире такого в жизни сидели, Юрий. Я вас понимаю прекрасно, но все же я не могу себе подволить данное высказывание. На работе как-никак. Ну, хорошо. Так вот, давайте я вам все-таки расскажу, что такое актив. Актив это, в принципе, все, что имеет товарную ценность. Вот, его можно, в принципе, даже пощупать. К примеру, товар на... Не буду я никаких активов щупать. Юрий. Ну, специально у меня тут это воображение насилует. Нет, Юрий, ни в коем случае даже в мыслях такого не было. Ух, ну, повеселили вы меня, конечно, на протяжении дня. Спасибо вам большое за прекрасный вечер. Но актив это все, что имеет товарную ценность. Еще раз повторюсь. Это те же самые контракты, как акции, облигации, фьючерсные контракты. А про товарно-сырьевой рынок я имел в виду. Это как газ, нефть, золото, голова, палладий и тому подобное. Материалы, которые, грубо говоря, можно из-под земли достать. Вот. Что за такой актив, я надеюсь, вы поняли. А чего его так плохо называют? Ну, почему актив? Ну, самое обычное слово. Меня вызывает, ну, мне кажется, никаких эмоций. Причем тут плохо его называют. А не можно как-то его там по-другому назвать, допустим, натурал? Ректировать. Юрий, я вас понял. Давайте говорить тогда товар. Как вам такое? Что заговорить? Товар вместо актива. А, ну, давайте, да, товар. Давайте так. Хорошо. Ну, сами понимаете, товар можно, что с ним можно сделать? Купить, хранить его у себя, ну, либо же продать. Сами понимаете. Стылить можно. Вот, и как раз. Но не нужно. Можно, но не нужно этим заниматься. Ну, ладно. Так вот, Юрий, вы этот товар можете что? Купить по одной цене, продать его по другой. И в зависимости от той цены, на которой, за которой вы, точнее, продали его, и базируется ваш доход. Ну, либо же убыток. Вот. Ну, как мы работаем? Мы покупаем товар подешевле через какое-то определенное количество времени. На самом это короткий промежуток. Продаем его подороже, так сказать. Ну, и все. На разницу зарабатываем. А что у вас его покупают? У нас есть. Нет, нет, нет. Смотрите, мы ничего не продаем. Ну, за исключением той информации, что вам нужно купить, а что продать. А почему это все люди покупают и продают? Потому что они действительно понимают, что на этом все можно зарабатывать. И довольно-таки хорошие и приятные цифры. Нет, так а что они покупают, когда он стал дороже? Они не затарились все, когда он пока еще дешевый? Ну, как все нормальные люди делают. Ну, смотрите, у кого какие, так сказать, торговые стратегии? Они бывают абсолютно разные, но это уже не вопрос ни ко мне. Если есть покупатели, значит, нужно продавать. Да ладно, если надо покупать, значит, это как вообще? Я вот дом, пока у меня не появились покупатели с нормальной ценой, я нифига не продавал. Чтоб я был за хозяин, который свой дом бы продал по цене вот этого, который там первый приперся такой. Весь самый, тут у вас вообще место плохое, то плохое, это плохое, колодят неудачный, скважина вообще замолена, и все, и стоит, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет. Ну, думаю, сейчас как дам порыву. Ну, если тебе так не нравится мой дом, что ты тут приперся, прямо с утра приперся, часов в полвосьмого, да, еще тут, только глаза открыл, он уже приперся покупать. И стоит такой, у меня тут конючит, и конючит, и это плохое, и это плохое, ну продай. Что ж ты покупаешь, если оно все плохое? Хотел спросить его я. Согласен полностью с вами, согласен. Ну, в любом случае, есть товар, значит, найдутся и продавцы этого товара. Поэтому, ну, тут в очередях никто не стоит, никто ничего не ждет, пока товар купят или что-либо подобное. А как, вы без очередей, прямо сразу, только пальцами щелкнули, и все, прибежали к вам покупать? Да. Люди автоматически, так сказать, устанавливают запрос на покупку. Охренеть. Как только товар есть, как только товар есть в наличии, его сразу же либо покупают, либо продают. А если вот вам надо взять и что-то продать, а покупателя нету, что такого не бывает, что ли? Что, что еще раз? Ну, надо вам продать, надо продать товар. А покупателя, и никто, в общем, дурных нету, все уже заранее закупились. Что, такого не бывает, что ли? Нет, действительно бывает, но в любом случае это ждать как-либо долго не придется. То есть в течение дня у вас товар либо же купят, либо же вы его продадите. Это 100% гарантированно, так как товары, в принципе, долго у нас, ну, так сказать, не лежат, активы, если бы точнее. А чего они у вас не лежат? Везде лежат, у вас не лежат. Вы о чем? О активах? Ну, а торговли, я смотрю, там, допустим, рыба залежала, уже просрочка там продается. Никто не в... кризис, перепроизводство. Сейчас товаров больше, чем покупатели. Все стараются, в общем, жутко демпингуют, цены сбрасывают, и тут далеко не все, не всегда удается что-то продать. А потом, если эти товары сестны, они портиться могут. Вот они потом, ой, ты задолбайся, там, перерабатывают. У каждого, это самое, магазин сейчас себе, он, даже пятерочка с этим магнитом себе там построили, там, какие-то салаты продают. Думаете, салаты продают, сильно кушать хочется? Нет, у них просто товары, продукты пропадают. Они думают, сейчас салат пустим. Купятся майонезом, суксусом, бельем, чтобы воняло так, что никто ничего не уйдет. Везде, во всем мире портятся, а у вас не портятся. Как это может быть? Ну, потому что у нас не товары в плане физическом. У нас товары в плане, так сказать, цены. Актив. Вот почему я называю это не товаром, а активом. И все это точно так же называют. Потому что товар, в конечном итоге, рано или поздно, какой бы он ни был, испортится. А актив, он вечен. Он существует постоянно. До того момента, ну, разве что пока компания, которая, так сказать, предоставляет этот актив, попросту не исчезнет. Концами. Компания исчезнет. Это что, Дэвид Куперфильд, что ли? Я не могу понять. Вот смотрите, вы покупаете, допустим, сяли и купили нефть. Вот вы купили нефть, допустим, по, ну, грубо говоря, по 100. А там недавно был какой-то вой был на этих всех ваших рынках. Там были вои, рвали себе волосы, посыпали себе голову пеплом, потому что, короче, нефть упала. Нефть вообще-то по 60 с чем-то там была, по 60, ну, короче, даже меньше 70 было. И вы такой сидите, вы тут затарились нефтью, прям аж в карманы и в носки себе напихали этой нефти по полной программе. Надо продавать, а продавать некому. Или вы будете продавать, лишь бы только она у вас не залежалась, купили по 100, продадите по 60, да? Или как вы будете делать? Нет, 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 нет. Киев такое мы не делаем, мы все предусматриваем. И, в принципе, работа аналитика заключается как раз таки в том, чтобы построить наиболее верный и правильный, так сказать, календарь. За которым мы работаем мы, наши партнеры и не только, в принципе. Так там по всему миру этих аналитиков было, как собак нерезанных. Куда, не плюнь, на каждой ветке аналитик висел. Ну, и все, затарились нефтью, и все, и кризис, и при этом при ковиде. Нефть впервые за отрицательную величину стоила. То что же, аналитиков было, не знаю, плюнь в собаку, попадешь в аналитика. И все продували бабки. Юрий, а это смотря уже какой аналитик. Ну, знаете. А, у вас самые лучшие, да? У вас самые офигенские аналитики, самые вообще сливки, аналитические сливки со всего мира. Племенные аналитики у вас все собраны. Давайте послушайте меня, Юрий. Для того, чтобы удостовериться в их качественной работе, в их хорошо и правильно проделанной в том числе, мы предоставляем тестовый формат работы. То есть он будет длиться буквально пару-тройку дней, не больше трех, это точно. Один-два, как показывает практика. И вы удостоверяетесь в том, что на информацию, которую вам предоставляют аналитики, вы действительно сможете и зарабатываете. Ну, хорошо, давайте демо-счет. Демо-счет вам дать, да? Ну, конечно. Ну, слушайте, я вам не могу его предоставить, я вам могу единственное, что полноценный счет предоставить. Демо-счет... Да, то есть я деньги заплату и буду сейчас на своей шкуре удостовериваться, что у вас самые офигенские аналитики. В компании, которая набирает клиентов, размещает рекламку, сама себя рекламирует в интернете под именем Газпрома. Потом звонит мне под именем... Звонит какой-то получокнутый сотрудник с письмаркета, которого никто никогда там, я не знаю, Google даже не берется ответить, кто это такие. И самые офигенские аналитики именно у них. Весь мир страдал, нефть, тогда вообще ковид положил всех на лопатки, а у вас нет. Почему сразу весь мир страдал? Кто-то в Плесе в этом явно был, я даже знаю, кто. С нефтью очень многие страдали, если не все. И вы хотите сказать, что я сейчас прям брошусь без демо-счета, тестовый период, там, вам деньги переводите, и смотреть, какую вы аналитику классную делаете. В тот момент, когда нефть нещадно низко обвалилась, вы бы могли ее закупить, по сути, по копеечной цене? Да! Да! Вот именно так и думали. Вот такие классные аналитики, как вы, так и думали. Нефть по 30, нормально просел отарим. Охренеть! Нефть по 20, ну все усредняем. Нефть по 10, ну куда уже, 10 это вообще мало. Давай все гребем на полную катушку, хату продаем, гребем нефть. И тить-ка вы, хать. Нефть по минус 20, расчетная цена, в ЮЧи уходили в минус. И сожрала кучу депозитов, сожрано было. Такие аналитики, как вы, я, похоже, представляю себе, какой вы аналитик. Какой вам толк, вообще, в принципе, заинтересованным или в том, чтобы с вами работать исключительно на демо-счете? Я вам не предлагаю начинать с каких-то, ну, тысяч, десяти тысяч или каких-либо других сумм. А какой я имею толк, какой мне толк, и какой мне интерес вас тестировать на собственных деньгах? Чтобы убедиться, все на собственном опыте. Если не хотите на собственных деньгах, можете самостоятельно открыть демо-счет на любой крипто-платформе, я не знаю, да, в какой, в принципе. Вот и я вам могу так сказать. Вы спрашиваете, какой вам толк, да, чтобы убедить меня на вашем опыте? Убедите, получите потом кредит доверия, один-два процента доверия, и мы сможем работать. Вот такой вам толк. Как вам такой толк? Я вот и слышал, Юрий. Алло. Алло, да, Юрий, добрый день. Добрый. Добрый день, меня зовут Мария. Очень приятно познакомиться с вами, Юрий. Я вас набираю ко всему дополнительного заработка по проекту «Газпром». Я так понимаю, вы для себя интересовались, правильно? Интересовались. А вы из самой компании «Газпром»? Ну, конечно, это инвестиционный проект, дочерняя компания «Газпрома». А как называется дочерняя компания? «Газпром Инвестиции». Все очень просто. Ну, вы же на официальном сайте регистрацию проходили, там же было написано. Не знаю, официальное, неофициальное. Мне до вас какой-то письмарт звонил. Тоже вроде бы не ходил на «Газпроме», а попал на какой-то письмарт. Ой, не знаю, честно вам скажу. Не знаю таких сайтов и не знаю таких компаний, честно. Работаю только по «Газпром Инвестициям» уже на самом деле очень много лет. Так, Юрия, вы чем занимаетесь, где вы работаете? Зачем эти разговоры? Разговоры о чем? О моей работе. Ну, смотрите, если у вас какой-то секрет, на самом-то деле мы можем о вашей работе совершенно не разговаривать. Но, понимаете, вы обратились к нам для того, чтобы зарабатывать для себя дополнительно, да? И для всех моих клиентов абсолютно индивидуальные условия подбираются. Ну, я же, к примеру, не знаю, какой у вас график и так далее. Я вам скажу. Спросите меня о графике. Ну-ка. Не спрашивайте меня о работе, спросите меня о графике. Ну, давайте про ваш график поговорим. Какой он у вас? Насыщенный, ненасыщенный? Два через два, как вы работаете? Пять-два. Из девяти до семнадцати. Все, отлично, прекрасно. Как раз-таки, знаете, в нашем случае можно подобрать для вас время индивидуальное более тридцати минут. Для того, чтобы вы могли для себя дополнительно зарабатывать. Для вас это подходит, Юрий? Да, конечно, да, подходит. Ну, все, прекрасно. Хорошо, Юрий, а вообще в целом год к нам в компании обратились с дополнительным заработком. А сколько хотели бы дополнительно зарабатывать для себя? Какой-то очень странный вопрос. Сколько бы я хотел дополнительно зарабатывать? Много хотел бы. Много хотели бы. Ну, в пределах какой суммы? А что это вам дает? Много для всех понятия разные. Много для всех понятия разные. Так а что это вам дает? Если вы с вами не настраиваете диалог, у нас с вами диалог не получится. Существенное слово. Я не понимаю, почему вы просто так относитесь к нашему с вами диалогу. Все, свободно. Дурные вопросы будете друг к другу задавать. Я не свободна. Чего-то ко мне так... Нет, не нужно мне так говорить. Почему? Это не глупый вопрос. Люди обращаются к нам с дополнительным доходом. И я не могу для уборщика подобрать неэтичные условия, такие как для бизнесмена, понимаете? А вы, какая разница между уборщиком и бизнесменом в вашей работе? Потому что, если, к примеру, для человека с более низким доходом, он хочет зарабатывать себе, к примеру, там, да, там 20-30 плюс. Если человек, к примеру, уже имеет опыт в инвестициях, то есть ведет определенный свой бизнес, тогда... Алло. Алло, да, Юрий, а для чего вы сбросили трубочку? Ну, чтобы прекратить разговор с вами. А зачем вы регистрацию свою проходили? Чтобы разговоры прокачать или говорить свободно, или что? Чтобы зарегистрироваться. Почему вы спрашиваете? Ну, потому что я у вас спрашиваю логический вопрос. Если вы хотите для себя дополнительно зарабатывать, давайте мы во всем с вами разберемся, познакомимся, я предложу для вас индивидуальные условия, и после этого уже будете сделать грамотное решение. Вы чем-то недовольны, я это уже понять не могу. Вы недовольны, что я трубку сбросил? Причем здесь недовольна, я не понимаю. Просто я не понимаю смысла вашей регистрации, если вы сбрасываете трубку, и так отстаетесь. А вам зачем это все понимать, смысл моей регистрации? Я считаю, что разговор с вами простая потеря времени, поэтому сбрасываю. Чем вы можете быть тут недовольны. Вы можете это только предпринять. Ну, мы с вами еще ни о чем таком не разговаривали, и чтобы вы говорили мне о том, что наши разговоры с вами пустая потеряна времени, понимаете? Ну, это же не вам определять. А почему вы так предотноситесь к нашему с вами диалогу? Потому что вы какая-то не очень грамотная девушка, которая позвонила для поболтать. И ведете какие-то не совсем такие конструктивные беседы. Время... Такое мы с вами, понятное дело, еще не могли... Нет, мы с вами не могли провести никакой конструктивный диалог, потому что вы через каждое слово мне говорите, а зачем? Потому что вы задаете глупые вопросы. А зачем вы задаете глупые вопросы? Но если по вашему мнению вы грамотный человек, я за вас очень рада, понимаете? Зачем вы задаете глупые вопросы? Другие мои греты почему-то не жаловались. У вас нет умных вопросов? Нет, подождите. В чем мой вопрос вам показался глуп? Задать человеку, сколько он хочет зарабатывать. Ну хорошо, вы получаете какую-то информацию. Дальше, как вот, к примеру, число... Вот эту информацию я отталкиваю. Я предлагаю... Как вы от нее отталкиваетесь? Как вы от нее отталкиваетесь? Например, я сказал, хочу зарабатывать 300 тысяч в месяц. Как вы дальше от нее отталкиваетесь? Ну, я строю для вас индивидуальный план для такого заработка. Для того, чтобы как можно было быстрее к этому заработку прийти. На основании чего? Вы вообще, вот, Юрий, давайте так, давайте так. Нет, давайте бездавайте. Мы еще не прояснили этот вопрос. Нет, вы раздавайте. Вот вам, а я задал вопрос вам, почему вы не отвечаете? Вы зачем мне перезвонили только? Вы понимаете? Для того, чтобы пытаться пропетлять между вопросами? Вот, слушайте вопрос. Нет. Я ответил вам три. Я не собираюсь. А другой человек ответил вам 100 тысяч. В чем будет принципиальная разница в подходе ко мне и к тому человеку у вас? Потому что для человека, который хочет зарабатывать 300 тысяч, ему эта сумма нужна для какой-либо цели. Понимаете? Ну, а вам такое дело для какой цели? Он хочет... Потому что я выстраиваю для него индивидуальный план для заработка, понимаете? В чем будет принципиальная план для 300 тысяч? Слушайте, вы не прибивайте, я вам объясняю, вы не прибивайте. Не надо на меня голос повышать. Вы еще не... Вы не умеете разговаривать, что ли? Я не понимаю. Вот вы говорите о том, чтобы... Уважаемые подписчики и гости канала, вы прослушали часть ролика. Полный ролик размещен на нашем дзен ресурсе. Ссылка в описании ролика и в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok